Привет! Вы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». У нас 100000 запчастей, которые ждут вас на нашем складе. Так что звоните либо заходите на наш сайт, и мы организуем вам быструю доставку. Вы просили мотор 3.3 от Chrysler, пока проданы. Поэтому встречаем 3.5 V6 от Chrysler Pacific. 3.5-литровый атмосферный V6, созданный инженерами Chrysler, дебютировал еще в 1993 году. Он стал ответом американских инженеров на появление продвинутых, эффективных и мощных бензиновых V6 от японских производителей. Обратите внимание, пожалуйста, на его огромный размер. Действительно, в начале 90-х автомобили Chrysler, Dodge, Plymouth и Eagle не располагались современным двигателем. Они могли лишь рассчитывать на 3.3-литровый V6 с нижним распредвалом в развале блока. Собственно, тот мотор был взят за основу, но справедливости ради надо сказать, что он был полностью модифицирован, за исключением разве что поддона. До 1999 года Chrysler V6 3.5 выпускался с чугунным блоком. Затем блок стали отливать из алюминия с помещенными в него чугунными гильзами. Этот двигатель до сих пор ставится на Dodge Journey. Легко переваривает 92-й бензин и развивает мощность до 253 лошадиных сил. Американский двигатель очень надежен. Он не преподнесет таких сюрпризов, как проворачивание вкладышей, задиры в цилиндрах и других дорогостоящих проблем. Главное лить в него хорошее масло и не затягивать с его заменой. В Америке для этого двигателя рекомендуют масло от MAPAR, но его ни в коем случае нельзя применять, потому что буквально за 5000 километров оно деградирует, как суется и превращается в гуталин. Обычное масло 5W30-10W30 идеально подходит для этого мотора. Что не так с этим мотором? Скорее всего машина въехала в водоем, грязь попала на шкивы, порвала ремень ГРМ, поршняк встретились с клапанами. В общем, будем разбирать и разбираться в особенностях этого мотора. Это тросы круиз-контроля. Мы вам можем сегодня их показать, но рассказывать о них нечего, потому что обычно с ними ничего не случается. Впускной коллектор на этом моторе переменной длины с длинными и короткими впускными каналами и заслонками для переключения между ними. Когда заслонки закрыты, то воздух в двигатель идет по длинному каналу. Заслонки могут подклинивать из-за сажи. Если они подклинивают, то возникает ошибка P1004. Заслонки можно прочистить от сажи либо их просто удалить. Из-за подклинивающих заслонок разбивается тяга привода. И тогда заслонки начинают жить своей жизнью. Хотят открываются, хотят закрываются. Дроссельная заслонка тоже может загрязняться, заклинивать и выдавать ошибку. Если сажа мешает заслонке нормально закрываться, то двигатель держит высокие обороты. Все это происходит из-за того, что блок управления компенсирует избыток всасываемого воздуха увеличением количества топлива. И в этом случае заслонку надо просто снять и подчистить от сажи. Хлопоты также может вызывать электрика в этом двигателе. Check Engine может загораться из-за неисправности свечей зажигания, а также катушек. Причем коды неисправности указывают на пропуске зажигания. Если дело не в свечах и не в катушках, то следует обратить внимание на верхние лямбда зонды. Именно они являются очень часто причиной появления ошибок по двигателю. Но лямбды, катушки и свечи – это не единственные виновники пропуска зажигания. Форсунки установлены в алюминиевой части впускного коллектора через вот эти уплотнительные резиновые колечки. Они могут пропускать бензин. Это никак не влияет на работу мотора. Но в салоне вы можете почувствовать запах бензина. Это корпус термостата BOLT. Он сделан из какого-то некачественного металла и корродирует. Соответственно возникают течи. По вот этому гермету мы видим, что этот фланец не раз пытались загерметизировать. В периодической замене каждые 50 тысяч километров нуждается клапан вентиляции картерных газов, расположенный на правой клапанной крышке. Если он загрязняется, то масло начинает сочиться через прокладки и сальники. На Chrysler 3.5 V6 присутствует система EGR с электроуправляемым соленоидным клапаном. Если клапан заклинивает, то возникает ошибка P0406 и двигатель начинает поддергиваться и возрастает расход топлива. Под клапанной крышкой мы видим массивную олдскульную конструкцию. Один распредвал приводит в движение верхние рокеры, верхние рокеры приводят в движение пары клапанов. Напомним, по четыре клапана на цилиндр. В приводе клапанов применяются гидрокомпенсаторы. Находятся они вот в этих кулачках. При больших пробегах они протираются и тогда двигатель может стучать на холодную. В Chrysler 3.5 V6 есть одна врожденная проблема, пути решения которой предложил сам производитель. Дело в том, что на тарелках выпускных клапанов скапливается сажа. Сажа скапливается в таком количестве, что клапаны перестают плотно прилегать к седлам. Опять-таки возникают ошибки по пропускам зажигания. От P300 до P306 двигатель начинает троить и терять мощности. Еще бы, ведь компрессия падает. Во-первых, сажа скапливается тогда, когда водители не прогревают свои моторы до рабочей температуры. Во-вторых, когда берегут их от езды на высоких оборотах. Дело в том, что прокручивание клапана вокруг своей оси в этих моторах достигается только на 5000 оборотах. То есть при обычной эксплуатации клапаны не проворачиваются и их седла и фаски не очищаются от сажи. В сервисном бюллетене компания Chrysler объяснила, что для очистки выпускных клапанов надо повернуть их на 90 градусов, залить очищающую присадку на полный бак топлива. Также надо поменять сухари на модернизированные, чтобы клапаны проворачивались при меньших оборотах двигателя. Считается, что на машинах после 2008 года эта проблема уже решена. А вообще все это фигня. Как делали на хреновых сервисах? Приезжает машина с такой проблемой. Сервисмены говорят, что сейчас все решим. Затем владелец уходит, они на этой машине поливают на высоких оборотах и, о чудо, эта проблема уходит и они возвращают машину владельцу. Типа все сделали, решили вашу проблему. Хозяин, с вас 300 баксов. Помпа на этом моторе с пластиковой крыльчаткой, есть нюанс, возникают течи по вот этой неубедительной прокладке. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь мы видим типичные последствия обрыва ремня ГРМ, то есть встретились поршни клапана и у выпускных клапанов сорвало тарелки. Так как клапаны установлены под углом, двигатель не получает больших повреждений при обрыве ремня ГРМ, то есть срывает просто тарелки. Поменял два клапана и поехал дальше. Кстати, американские инженеры предусмотрели риск обрыва ремня ГРМ и в чугунном варианте этого двигателя поршни и клапана друг друга не касаются. Вот смотрите, поршни касались клапанов, но это нельзя назвать какими-то повреждениями, это просто отметины. И самое главное, что цилиндр, в который упали тарелки клапанов, в отличном состоянии, то есть никаких задиров там нет. Ну а по состоянию цилиндров вообще никаких вопросов нет. Ход присутствует, задиров нет, блок бодрячком. Поддон у нас алюминиевый, здесь мы видим масляные отложения. Видно, что ездили на мопаровском масле. Никогда не верьте тем, кто говорит, что после столкновения поршней и клапанов с поршнями ничего не случается. На самом деле поршни сплющивают, что видно по заеданию всех колец в своих канавках. Подвижность колец ограничена именно деформацией поршней, а не тем, что в канавках собралось масло. Но маслосъемные кольца ни на одном из поршней не двигаются. Если в двигателе столкнулись клапаны и поршни, то надо обязательно проверять коленвал набиение, поэтому за состояние коленвала мы ручаться не будем. Хотя визуально состояние коренных и шатунных шеек хорошее. Разборка закончена и сегодня мы разобрали большой массивный американский V6, у которого очень большой запас прочности. Но этот двигатель не застрахован от форс-мажоров, поэтому сегодня мы наглядно показали вам проблему встречи поршней и клапанов. Обязательно подпишись на наш канал, поделись этим видео, смотри наш проект EBIT и CRUSH, покупай у нас столько хороших запчастей. Заходи на наш сайт, звони, заходи на наши соцсети и помни, с тобой была компания «АвтоСтронг-М».